всем привет совсем недавно я говорил о том что 50 лет назад вышла пластинка группа pink floyd the dark side of the moon и говорил о том что время само по себе ничего не значит 50 лет 60 лет 100 лет 15 лет 10 разницы никакой но все говорят ахахах 50 лет назад вышла пластинка а я могу то же самое сказать ахахах 52 года назад вышла вот эта пластинка дэвида боу и hunky dory 52 года назад офигеть это невозможно и для меня этот альбом значит примерно столько же сколько значит the dark side of the moon которая безумно люблю кстати говоря я про это уже рассказывал о своей неземной любви к дакса этого думал но вот этот альбом у меня их два один настоящий то есть оригинальный другой тоже настоящий оригинальный но уже переиздание чистенькая кристальная все все звенит все все здорово все красиво сколько выпито вина под эту музыку сколько сказано слов сколько было разговоров 1971 год четвертый альбом дэвида болви но для меня он третий потому что самый первый альбом дэвида болви я вообще его честно говоря не очень люблю несмотря на всю мою любовь к этому артисту который для меня наверное там номер один в первой десятке если я так буду говорить для меня номер один десять человек и он конечно монстр как ни посмотри с какой стороны не подойди он да то есть первый альбом я не рассматриваю для меня он третий будет пускай мы привыкли так и в компаниях так говорим что это третий альбом дэвида болви очень хороший первые два были неудачно ну с коммерческой точки зрения с моей точки зрения слушателя простого и с точки зрения простых слушателей критиков они были очень даже неплохи если говорить о первом он еще достаточно сомнителен хотя мне тоже нравится но там одна песня с пояса дети чего стоит одна песня как бы сглаживает все все агрехи всего альбома the man who sold the world просто интересная музыка хард-рок хард-рок сыгранный не по хард-роковому я бы сказал так хард-рок играется совсем не так как сыграл его дэвид болви но тем не менее он очень тяжелый громкий с барабанами с безумным басом который выведен вперед так что кажется чтобы бас-гитаре с немножко сошел с ума то не висконте там огромного вас гитаре продюсер этого альбома замечательный продюсер не продюсер не только этого альбома огромного количества гениальных пластинок но коммерческого успеха не было были там проблемы определенные с рекорд лейблами один контракт закончился другой с трудом был выбит но был выбит и был записан вот этот альбом удивительный просто невероятно микрон сын играет на гитаре travel bolder на бас-гитаре рик вейкман но фортепьяно вейкман и на первом альбоме играл кстати говоря на барабанах я не помню кто к сожалению я не такой буквалист сейчас я найду кто играет на барабанах здесь travel bolder рик вейкман вуди вудманси но собственно говоря это состав группы за спайдерс зиги starless and the spiders from mars и это самая классинка despides from mars зиги starless and despides of mars rise and fall of зиги starless from mars вот так что для для тех кто уже это все будет цепляться к словам сейчас я скажу она записывалась не то чтобы записывалась одновременно с этим альбомом но песни писать песни были написаны уже и для ханки дори и для для зиги starless то этот альбом не успел еще закончится как стали записывать уже материал для зиги starless но тут все по-другому тут дэвид болви наконец-то спел по-настоящему для тех кто считает до сих пор есть такие люди я с удивлением читаю вот эти все вещи что дэвид болви не умеет петь он плохой вокалист тут мне нечего сказать джон маклаффлин плохой гитарист тогда скажите тоже уж для для порядка вот так вот вокальный диапазон больше трех октав что подходит под любые оперные критерии качество интонирования драматургии высочайшего уровня и если рассматривать до этого с фредди меркури помните да песню pressure on the pressure там все слышно кто как поет по-настоящему если брать оттуда дэвида болви там мало что останется при всей моей при всем моем уважении к фредди меркури и здесь все спета так песня life on mars например спета так если мне память не изменяет себе моль четвертой октавы наверху чистым открытым горлом с подачей с диафрагмой все вот так вот спета по второму разу когда идет немножко даже голос срывается но это не мудрено попробуйте спеть себе моль четвертой октавы я посмотрю на ваш голос как он сорвется или не сорвется не фальцетом открытым горлом нормально да так все то что спета во всех остальных песнях например там в quicksand замысловатая замысловатая мелодия снизу вверх сверху вниз я люблю о музыке так говорить громче тише громче тише вверх вниз вверх вниз как круто да круто это действительно круто это это действительно песня life on mars она просто вошла в аналы извините такое слово музыки двадцатого века и она конечно одна из лучших песен если говорить но если условно говорить о рок-музыке двадцатого века безусловно это одна из лучших песен или квейкман который сыграл там на фортепиано он в интервью я как-то видел по телевизору в каком-то фильме а фильм боги как раз был да и он говорил что там такая гармония дэвид написал такую гармонию которую я до сих пор играю для себя дома и получаю удовольствие несказанное потому что из пальцев сочится просто музыка настолько настолько тонко здорово все придумано сочинено дэвидом боу который здесь играл тоже и на фортепиано в песне о you pretty things дэвид боу играет и на саксофоне в песне changes и на акустической гитаре в песнях songs song for bob dylan и энди ворхол и божественно поет везде божественно пластинка настолько яркая настолько разнообразная по музыке тонкая мелодичная мелодии вылетают ставишь иглу иглу вот это до оставишь на посинку и мелодии льются они не брыжут фонтаном они льются просто каким-то таким теплым потоком и по мелодизму я не знаю чем сравнить вообще этот альбом с каким другим альбомом включая beatles который я люблю и который не дам обидеть никогда так откуда что берется changes прекрасная песня с этим самым заиканием changes с бэк-вокалами хоровые распевки струнные аранжировки струнный оркестр микронсом расписал там партитуру струнные поддерживают это все так красиво как это барочная такая штука с одной стороны а с другой стороны она веселенькая легкая чуть-чуть чуть-чуть и наверх идут бэки которые бывают сам поэт ой у прайти сын x драматизм и вокал тоже здесь в рефрении летит просто летит над землей голос дэвида боуги фантастический точный чистый молодой высокий очень круто it light it line поэм фортепиано и слайд-гитара мика ронсона и больше ничего казалось бы длинное длинное музыкальное вступление которое кажется самостоятельным произведением инструментальным а потом четыре строчки поет дэвид боу и очень хорошо получилось раз 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 получилась песня так вот здорово ну и дальше life on mars которая от которой у меня до сих пор вот дрожь слезы счастья и ощущение того что жизнь прожита не зря потому что я хорошо себя стал вести последние годы наверное поэтому и жизнь просто не зря потому что я услышал эту музыку и был саври был и есть современником в общем практически происходящего в шоу-бизнесе извините за выражение появление вот этой песни life on mars это это такое маленькое чудо действительно маленькое чудо кукс таинственный номер достаточно и quicksand про который я говорил с умопомрачительным пением просто с вокальной партии с мелодией которая как может прийти в голову я не знаю это какой-то просто великий композитор получается то есть если брать life on mars quicksand changes all you play the things какой-то композитор вот с такой большой буквы тут иначе и не скажешь но дальше правда полегче пошло на второй стороне полегче feel your heart это кавер но но такой веселенький такой веселенький веселенький хороший в стиле очень всего предыдущего фортепьяно нежный голос очень хороший до энди ворхол ясно что посвящение энди ворхолу ворхол эта песня не понравилась дэвид боу и ему спел ее для на пробу сказать братан я тебе песню посвятил вот слушай спел энди ворхол сказал окей и ушел мрачно потом бы вы объяснили что он был в бешенстве потому что в песне боу и называет энди ворхола странным чуваком странно странно выглядящим чуваком а ворхол очень трепетно относилась к своему внешнему виду его это дико обидело что он странно выглядит ну в общем ну и уж извините энди что есть то есть вот так вот а песня очень хорошие достаточно мрачная такая достаточно странная song for bob dylan роберт циммерман здесь упоминается вовсю и она немножко похожа на дела на как конечно понятно что боу и пытался сделать такую же балладу а-ля дилан и в общем она формально похоже но не похоже это все равно песню дэвида боу и они дилана даже даже стилево боу и встречался с диланом конечно безумно любил его творчество но в семьдесят первом году у дивана был период не самых хороших записей но тем не менее боу и с ним встречался говорил долго дилан ему ничего не отвечал но расстались довольны друг другом queen beach неожиданный такой ракешник в стиле лурида прямо бери лурида и подставляя его голос и это будет это будет даже уже не был это на граунд это будет уже сольник лурида очередной очень похоже на лурида вские композиции в которых был и принимал участие живейшие надо сказать и the bible brothers песня красивая прозра прозрачная прострачная прозрачная в меру психоделическая в меру лирическая космическая и абсолютно бессмысленная потому что потому что дэвид боу и просто добил пластинку вот этой песни которая была написана как он сказал для американского рынка что он имел в виду под этим я не знаю но тем не менее она хороша она хороша и она совершенно не портит всю прелесть этого альбома которые я считаю по-настоящему гениальным вот если говорить о гениальных пластинках это одна из них когда она вышла она не пользовалась спросом но ее популярность выросла медленно но верно и дошла до пиковых точек потому что ну это нельзя не любить если человек любит музыку он не может пройти мимо песен таких как changes life on mars all your pretty things и и собственно говоря и всех остальных это чистая чистая не запятнанная ничем красота в рук музыке это достаточно редко бывает потому что либо это чистая красота засахарена сверху для того чтобы лучше покупалась залакирована упакована в красивую коробочку перевязана ленточкой такая сделана на продажу как бы красиво но понятно что уж слишком красиво можно было сделать и погарли немножко либо она просто какая-то дикая яростные подросткового тинейджерская такая красота очень очень простая такая мультипликационная а этот большое настоящее искусство ну опять-таки я высказываю только свое мнение в этой связи пошел пить чего и всем желаю не примите это за алкогольную пропаганду это просто я говорю о быте окей пока